Наташа, я живу с парнем на 6 лет младше, как себя вести? Ну, это твои лицеты. Хотела сказать, проблемы, но это 6 лет, это что, разница что ли? 6 лет, 6 лет. 7 лет считается, что поколение... А, это, клетки человека обновляются через 7 лет, ну, то есть 7 лет это, типа, допустимый какой-то промежуток. Не знаю, почему-то для меня вот это осталось в голове. Тоже из какой-то не очень умной книги я прочитала. Не помню. Ну, в общем, на самом деле без разницы. Ты можешь жить с человеком, который младше тебя на 10 лет, на 15, на 28. И глядя на Мадонну, мы это понимаем, но ты должна быть настолько офигенски интересной. Ну, потому что... А, хотя, подождите, нет, тут разница есть. Допустим, смотри, на 6 лет ты его старше. Вот женщина старше мужчины на 6 лет. Если мужчине, например, 18, да, а ей, соответственно, 24, ну, это очень даже круто для него, понимаете? Потому что она молодая, красивая, я надеюсь, интересная женщина. 24 это очень молодая женщина, у которой есть кое-какой опыт общения с мужчинами. Естественно, может что-то научить чему-то его, что-то показать. Она ещё не старая. Но если, допустим, мне вот 40, и я встречаюсь с человеком, которому 34, получается, на 6 лет младше, ну, это тоже уже ещё, ну, не знаю. Ну, то есть 34 года, это мужик, знаете, в самом соку. А я уже такая, знаете, на увядание пошла. Ну, то есть мне вот эту дельту придётся как-то чем-то добирать. Например, я тогда должна быть красивее, чем он, умнее, чем он, там, я не знаю, известнее, чем он, богаче, чем он, талантливее, чем он. Всё, всё, всё вот это подсобрать, чтобы не комплексовать из-за вот этого разрыва в возрасте. Ну, это мои загоны, а у вас свои загоны. Вот вы с ними и живите, со своими загонами, и будьте вы счастливы. 6 лет, блин, 6 лет – это ерунда какая-то. Вот 16 лет – это да. Это надо поплакать ещё сесть. Субтитры создавал DimaTorzok